Вот листок упал, вот другой летит листок в вихре ветра. Вот вырвана ключица, теперь торчит в глазу. Мастер беспощаден. Приветствую вас, трицепсы комара, с вами Федорович. Даже вечно живущий дух легендарного Брюса Ли проникся уважением и почтением к лучшему и передовому светилу стиля змеи и орла великолепному чхарьку. И сразу понял, что тягаться с ним бесполезно. В общем, должны работать трезвые водители. Но у нас таких нету, у нас все нормальные. Да и правильно сделал. Ведь каждый удар мастера смертелен, а каждое движение божественно. Но не каждому дано понять прелесть цветущей сакуры. Зато каждый должен знать, что наша матушка-земля до сих пор цела именно благодаря великому чхарьку. Почему? Да потому что он был основным нашим бойцом в слиянии миров. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Войны начинают не солдаты, они на них умирают. Войны начинают те, кто на них зарабатывает. Точно так же и с мастерами. Ни один мастер не сможет бросить вызов чхарьку и тем более его одолеть. Но он с легкостью отправит на погибель своих учеников. Сейчас я вам покажу один засекреченный лагерь подготовки именно таких великих мастеров, которые в будущем смогут бросить вызов нашему санцеликому. Конечно, если смогут пережить всю эту подготовку. Лучший способ передачи информации от поколения к поколению – это подзатыльник. Но великие мастера нашли еще более действенный способ – долбануть камнем по хребту. Возможно, это секретная техника набивки, секретного стиля, секретного мастера. Но выглядит это как суровое наказание, а не ласковая тренировка. Но больше всего ужасает величие мастера, который не щадит ни детей, ни женщин и делает лучших бойцов со всех подряд, херача их булыжникам по горбу, как несчастного верблюда пьяный будуин. Ну что, будем похуелому, по-пизденному улыбаться? Прекрасная весна вынуждает ухаживать за собой. А великие мастера вынуждают поднимать свои жопы с диванов тех, кто на них смотрит, и творить чудеса. Ибо страх получить люлей в ликероводочном отделе от такого мастера-тигра очень велик. Дерево не отнимает свои тени. Даже у того, кто пришел его срубить. Именно поэтому великий и легендарный мастер стиля Змей Орла не убивает других мастеров, а ждет, пока они придут к нему на бой. Конечно, никто не хочет этого делать и все этого боятся. Только японские мастера придумают все новые и новые техники, чтобы одолеть нашего великого и легендарного даже без прикосновений. Главный человеческий недостаток – это недостаток денег. Поэтому лучшие бойцы вселенской Чи изобретают все новые техники для новых учеников. Этот гениальнейший мастер после просмотра фильма про Супермена решил, что ничем не хуже. Конечно, технику полета он пока решил не преподавать, ведь пацаны еще не готовы, а вот стрелять лазерами из глаз в самый раз. Конечно, эту технику уже давно использует Марья Ивановна на дупоголовых учениках, но она-то не знает, что обладает силой Чи, а вот мастер об этом говорить не устает. Бить палкой по воде бесполезно, а вот по голове польза будет. Точно так же, как и от просмотра моих видео. Вот только я прошу вас, не пытайтесь сразу все повторить в домашних тренировках. Подходите к делу постепенно, аккуратно, начиная с пельмешек и пива, а потом уже и к физо доберемся. А то будете, как эти юные падаваны. Из зерна пшеницы не может вырасти кактус, а великий мастер может возродиться в любом человеке. Главное пробовать и не сдаваться. И однажды, после досадных ошибок и разбитой башки, или своей или кента, можно будет открывать школу. Ну а пока посмотрите на этих будущих мастеров. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, сможете сразиться с Шхарьком или пойдете к нему в ученики. Пика! Все, я на кости покажу. Раз, два, три. Это биомеханика, эффективность движения. Ее знать надо. Как бы ни отходим из этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хопа! Хопа! Опа! Хопа! Вот что? Два, три, да! Клодрака одна, да? За дистанцией. Короче, я вот что говорю? Хлоту вырываю ключицу, это ключица вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Обмазывающий сильный! Аджан! Атака слева! Атака справа! Атака слева! Атака справа! Это называется лепить. Наши упражнения. Секретный комплекс упражнений по милитации. Старайтесь эти упражнения не светить нигде. Шарики солнечные. Секретный комплекс упражнений по милитации. Старайтесь! Старайтесь! Какой идиот будет он так вот на раз идти? Нет, в атаку я набегу, да? вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз. Ничего не успевайте. Продолжение следует.